В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Видно прошло 58-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Глава муниципалитета Алексей Спаский проверил готовность к сдаче в эксплуатацию станции скорой помощи в Видном и поликлинике в Воброво. В развилке прошло совещание по срокам сдачи домов нового ЖК «Три квартала». 27-е число новой графики, графики закупок ждем, чтобы не было вопросов. Все двигаем влево максимально. На повестке 58-го очередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа было несколько вопросов. Один из них – о внесении изменений в бюджет Ленинского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Заместитель главы администрации и начальник финансово-экономического управления администрации округа Лариса Калмогорова проинформировала о необходимости внесения изменений в бюджет Ленинского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Основные причины изменений – необходимость дополнительного выделения средств в целях финансового обеспечения приоритетных задач. Предлагается параметры бюджета считать уточненными на 2023 год по доходам 15 млрд 940 млн 792,7 тысяч рублей, по расходам 16 млрд 939 млн 262,3 тысяч рублей, с дефицитом 998 млн 469,6 тысяч рублей. Одним из важных вопросов стало рассмотрение положения об организации проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском городском округе. Подготовка проекта генерального плана городского округа, проекта предусматривающего изменения в генеральный план городского округа, осуществляется без проведения общественных обсуждений в следующих случаях. Реализация результатов устранения противоречия сведений государственных реестров, уточнение границ населенных пунктов, необходимость которая выявлена при внесении сведений в единый государственный реестр недвижимости, исполнение судебного акта, размещение объектов федерального регионального местного значения, установление изменений функциональной зоны, изменение положения о территориальном планировании для размещения объектов производственного, коммунального, общественного, делового, социального назначения. Положение народными избранниками было утверждено. Этот документ будет опубликован в ближайших выпусках газеты «Видновские вести». Также на заседании был решен ряд других важных вопросов, относящихся к компетенции депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа. Это весной в Ленинском городском округе введут в эксплуатацию сразу два новых медицинских объекта – станцию скорой помощи в «Видном» и поликлинику в Боброво. На днях глава муниципалитета Алексей Спаский лично проверил готовность объектов. Новая станция скорой помощи минимум на 10 экипажей площадью почти 3000 квадратных метров была возведена на месте бывшей инфекционной больницы в «Видном» всего за 4 месяца. Облик здания максимально приблизили к окружающей архитектуре. Сейчас здесь проведены все коммуникации, завершена внутренняя отделка. Объект полностью подключен ко всем сетям. Сейчас ожидается поставка обороны. 24 февраля поедет оборудование. До 10 марта мы должны все укомплектовать и передать медикам. Проверить готовность объекта приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Он осмотрел помещение станции и отметил, что в новом здании медикам точно не будет тесно. Служба скорой медицинской помощи в Ленинском округе получает абсолютно современное помещение для того, чтобы там размещаться, включая возможность отдохнуть между сменами, перекусить, попить чаю. То помещение, в котором находились, они находятся сейчас до настоящего момента, но оно не выдерживает никакой критики. Прилегающую к станции территорию также привели в порядок. Сделали площадку для спортивной площадки, для занятий спорта персонала. Положили брусчатки, 2000 квадратов асфальта закатали, посадили деревья. Затем глава муниципалитета отправился в Боброво, где совсем скоро для маленьких и больших пациентов распахнет свои двери восточный филиал Южной поликлиники на 100 посещений в смену. Построили в течение полутора лет монолитный каркас, площадь застройки 1300 квадратных метров, одноэтажный с техническим подпольем. Полностью выполнены инженерные системы, полностью выполнено оснащение, технологическое оборудование полностью оснащено, навигация. Объект полностью готов к эксплуатации. Работать будет в две смены. Здесь будут врачи-терапевты участковые, педиатры участковые, врач-офтальмолог, невролог, хирург, лор-врач. Также здесь будут располагаться кабинеты для выезда узкопрофильных специалистов. В детском отделении оборудована игровая, где ребята могут скоротать время в ожидании приема врача, а также комната матери и ребенка. Все помещения уже готовы к приему пациентов. Впереди лицензирование и торжественное открытие. Как и образовательное учреждение медицины, должна быть в каждом микрорайоне, то есть свой некий такой опорный пункт, своя поликлиника, ФАПЛО или амбулатория, в зависимости от количества приписанного населения. Продолжаем работать в этом направлении. У нас сейчас две большие поликлиники строятся и по госпрограмме, и в рамках инвестиционных договоров, то есть в городе на 750, в пригороде лесной. Ожидается, что свои двери для жителей поселков Боброво и Дрожжино поликлиника откроют в начале апреля. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Заместитель руководителя главгосстройнадзора Московской области Валентин Набиков побывал в поселке Развилка и проверил готовность жилого комплекса «Три квартала». На совещании с представителями прокуратуры, администрации округа и застройщика обсудили сроки сдачи объекта. У жилого комплекса «Три квартала. Долгая история». Продажи квартир стартовали еще в 2017 году. Тогда ЖК был известен под названием «Новая развилка». Но весной 2018 строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием. В результате 208 обманутых дольщиков. Благодаря тому, что объект выкупил другой застройщик, возведение домов удалось продолжить. Застройщик прикладывает все усилия для того, чтобы восстановить нарушенные права дольщиков. Сейчас застройщик проводит работу по разделению разрешения на строительство, чтобы каждый дом сдавался по отдельности. Сейчас в жилом комплексе достраиваются три 17-этажных дома на 255 квартир. Как отмечают застройщики, один корпус на 89% уже готов к сдаче. Побывал на объекте и проверил ход работ заместитель руководителя главгосстроенадзора Московской области Валентин Набиков. На совещании с представителями прокуратуры, администрации округа и застройщика он отметил, что необходимо ускорить темп строительства и увеличить количество рабочих. 27 число. Новые графики, графики закупок ждут. Чтобы не было вопросов. Все двигаем влево максимально. Посмотрю потом по срокам, скорректирую свои соответственные графики. Выезды, администрация, выезды на объект не прекращать. Держать на полном контроле ход завершения строительства. При возникновении вопросов сразу информироваться. Если эти вопросы с подрядчиками еще раз не хватает людей, где-то вы понимаете, что не вывозите, обращайтесь, звоните, говорите. Будем вам предлагать строек много на территории Московской области. Завершение строительства первого корпуса планируется в мае этого года. В комплексе закончены работы по водоснабжению и водоотведению. Построено котельное, проведено электроснабжение. Ведется благоустройство дворовых территорий. Объект взят на особый контроль представителями главгосстройнадзора области с еженедельным видеоотчетом. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видном прошел первый общественный форум «Дело Московская область», организованный общественной палатой муниципалитета при поддержке администрации Ленинского городского округа. Все о рынке труда и успешной карьере, а также множество вакансий. Форум «Дело Московская область» призван способствовать эффективному диалогу между соискателями и работодателями. Сейчас, когда в сложных экономических условиях поиск работы может занимать до нескольких месяцев, важен каждый шаг – от грамотного составления резюме и навыков успешного прохождения собеседования до возможностей получения дополнительного образования. Именно эти темы и стали основными на форуме. Мы очень надеемся, что первый форум станет доброй традицией для Московской области и в целом вообще для России. Надо ставить высокие задачи и достигать высоких целей. На встречу пригласили спикеров федерального и областного уровней, представителей бизнеса муниципалитета, образовательных учреждений и центра занятости. Всего более 120 человек стали участниками дискуссионной площадки. Этот форум первый, да, он будет региональный. У нас на этот год запланировано еще пять городов в Московской области. Я думаю, что мы на этом не будем останавливаться. Также в рамках форума участникам была презентована новая цифровая платформа для поиска работы в Московской области. В рамках традиционных встреч Союза Женщин России под общим названием «Женский чай» прошел мастер-класс по созданию букетов цветов. Мероприятие было организовано накануне весенних праздников. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В одном из цветочных салонов города Видное прошла встреча, организованная местным отделением Союза Женщин России. Собрание под общим названием «Женский чай» проходит ежемесячно. Женщины собираются вместе, чтобы пообщаться, поддержать друг друга или принять участие в каком-нибудь тематическом мероприятии. Мысль была такая, что собрать женщин, дать им минутку покоя, минутку удовлетворения и удовлетворенности, чтобы они в творческой атмосфере, а иногда у нас приходит психолог, чтобы они могли поделиться какими-то своими проблемами, теми заботами, которые есть. А раз поделились, то их уже стало меньше. На этот раз на встречу были приглашены жены и дети мобилизованных граждан. Они поучаствовали в мастер-классе по составлению цветочной композиции. Накануне Дня защитника Отечества женщины решили создать особый мужской букет. Провела урок профессиональный флорист Алла Блинова. Мужская композиция от женской отличается, во-первых, цветом, тем, что это должны быть насыщенные яркие цвета, не нежные. И тем, что мужская композиция, она не круглая, а более вертикальная по форме. Собравшиеся узнали о том, как правильно сочетать цветы между собой, прослушали лекцию об основах флористики и, конечно же, попробовали своими руками сделать праздничную композицию. Несмотря на то, что у нас материал один, цветы одинаковые будут, и вы увидите, насколько разные будут у нас композиции. Присутствовавшие на мастер-классе женщины отмечают, что такие встречи позволяют отвлечься от бытовых проблем и тяжелых мыслей. Взять моего мужа, который находится в СВО, он не признает букеты именно для мужчины. Всегда думает, букет должен быть для женщины. А вот сегодня узнали, что и для мужчины есть такой букет. Сделали фотографию и, естественно, в зону СВО мужу отправим букет. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин